Привет привет друзья подписчики и привет всем кто смотрит мои видео. В этом видео как и обещал пройдем урок и покажу два простых метода как из радиатора печки легко удалить воздушную пробку. Если ваша печка плохо греет и вы подозреваете что причина в образовавшейся в радиаторе печки воздушная пустота, смотрим этот видео. Такое завтра или послезавтра может случиться с каждым. Если есть опыт и знания с неполадкой можно избавиться легко. Для того чтоб даже для блондинок принцип был понятен сделаем простой эксперимент, который наверное каждый из нас делал в детстве и удивлялся. Возьмем вот такую пластмассовую прозрачную крючку. Сейчас в этом крючке внутри присутствует воздух. Утопим, погрузим эту крючку в воде и мы увидим, что в крючке образовалась пустота и в нем вода не заходит. Это происходит потому, что давление воздуха, которое присутствует внутри крючки, препятствует давлению воды. Если, например, мы сделаем маленькое отверстие на дно крючки, вода сразу начнет подниматься и заполнит крючку. Примерно такой процесс происходит и с радиатором печки. После промывки, ремонта или замены антифриза внутри радиатора может образоваться воздушная пустота, пробка, давление которого препятствует попаданию внутри радиатора горячего антифриза. И вот поэтому наша печка не может греть салон. Вот и для этого мы и должны выгнать воздух из радиатора. Тут мы видим две патрубки. Один входной патрубок, откуда должно поступить в радиатор горячий антифриз. А через второй патрубок антифриз выходит из радиатора. Тут у меня, как вы видите, все запутано. Трудно доступное место. Чтобы показать, как нам действовать, придется мне снять несколько деталей с двигателя. На многих машинах ничего снять не нужно, и все патрубки радиатора легко доступны. Еще проблема в том, что тут у меня трудно снимать видео, и невозможно нормально показывать все действия. Поэтому я соорудил вот такой стенд, на примере которого я покажу два метода. Принцип и как это делается. Для начала мы должны определиться, через какой патрубки в радиатор поступает антифриз, и через какой выходит. Многие опытные автовладельцы легко догадаются и определяют, какая из них входная и какая выходная. А другим объясню простой метод, как определиться. На холодном запускаем двигатель и поочередно потрагиваем, ощупаем патрубки. Первый, который прогреется, тот и будет входной подрубок. Соответственно, делаем вот такие метки на каждом из них, которые потом пригодятся. Первый метод. Многие даже не знают, что на некоторых машинах инженерами предусмотрено простое, но умное решение. Для удаления воздушных пробок из радиатора печки, если оно там образовался. Вспомним принцип удаления воздуха из кружки. Вот смотрим. Простое отверстие на конце выходного патрубка. Смотрим на нашем патрубке. Есть или нет такого там. Кстати, на выходном трубке или патрубке можно смастерить вот такой лапан для отвода из радиатора печки воздушной пробки. Потом, что мы делаем. На холодном движке. Смотрим. Вот это, допустим, выходной. Смотрим и определяем, здесь есть маленькое отверстие или нет. Если есть, это уже хорошо. Значит, инженеры предусмотрели. А если нет, если нет, примерно вот на этом месте сделаем вот такую метку и снимаем потом вот этот шланг. Вытаскиваем. Снимаем выходной шланг и делаем там отверстие, дырку. Потом надеваем обратно. Заводим двигатель на холодную. Внимание! На холодную, чтоб случайно не обжечься горячим антифризом. И тихо начинаем оттягивать шланг к себе. До конца снимать не надо. Вставим примерно вот в таком положении и начинаем наблюдаться. С отверстий начнется выделение мельких воздушных пузырьков. Это означает, что через входной шланг в радиаторе печки уже поступает антифриз. И оно постепенно, медленно выгоняет из радиатора воздух. Количество воздушных пузырьков постепенно превратится маленьким струем антифриза. И этот струя то увеличится, то уменьшится. Через какое-то время этот струя превратится большим струей. И она начнет беспрерывно выходить из отверстия. Это уже говорит о том, что в радиаторе уже нету воздуха. Можно шланг обратно надеть, вернуть ее в начальном положении и затянуть хомут. Вот и вся философия. Второй метод. Сейчас покажу другой, тоже простой метод, который мне научили в прошлом году в мастерской, когда я промыл радиатор печки. Тоже всю процедуру делаем на холодном двигателе. Отсоединяем полностью выходной шланг и стараемся продуть в нем антифриз. Если кто-то боится отравиться от антифриза, можно продуть шланг вот таким простым насосом. Через выходной шланг в системе охлаждения образуется давление. Это давление вынуждает антифриза в системе передвигаться. И так как выходной шланг у нас снят, антифриз легко начнет поступать в радиаторе печки через входной шланг. Соответственно, поступающий антифриз внутрь радиатора вынуждает воздух оттуда выйти на улице через этой трубке. Чтоб зря не терять антифриз, можно под трубки поставить вот такую пластмассовую бутылку. Головину бутылки можно отрезать. Когда антифриз из выходной трубки начнет выходить в достаточном количестве, без пауз, вот и тогда пальчиком включим эту выходную трубку, чтоб радиаторе обратно не засосало воздух. Потом берем вот эту выходную патрубку и заполняем ее до конца антифризом и сразу незамедлительно надеваем на выходную трубку радиатора печки. Вот и весь секрет. Все согласятся, что все очень просто и логично. Пишите пожалуйста в комментариях пила или нет такая проблема у вас и как от нее избавились. Пишите также после чего она появилась и что вы советуете другим. Пожалуйста пишите в комментариях знаете ли и еще какие-то методы и по возможности опишите. Ваши комментарии помогут этому видео и каналу продвинуться и пожалуйста просто напишите что вы вообще думаете. Спасибо всем за внимание и прощаюсь до следующего видео. Если чем-то это видео было интересным пожалуйста подпишитесь на канал и ставьте лайк. подпишитесь на